Ни тереть, ни мазать, всё теперь и сразу Приступим Очень красиво Это и дом Лен, давно ты каталась на такой качалке? Ну да, давно Эльмарье Мне уже нравится Смотрите, как красиво Стоп, снято Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей Мусорка Уберём, уберём фон некрасивый И сегодня, в общем-то, будет влог Сегодня я не одна Та-да-дам Мы только встретились в Селенок Она хвостик, у неё такая классная помада Но здесь цвет не так падает Она, в общем, намиксовала там, как всегда Мы встретились Для того, чтобы пойти в одно место А, ещё я хотела сказать, в чём я одета Я одела свою любимую корточку Очень она мне нравится, этот цвет Просто, многие говорили, что мне идёт этот цвет И я смотрю, что он подчёркивает Как-то мои глаза И цвет кожи становится какой-то более загоревший Моя любимая барситуля Это не барситуля Это сумочка на пояс И, кстати, она очень модная И в Москве есть И мне уже скидывают, что у Нелли Ермолаевой Это тоже большая участница дома 2 Все ходят в таких вот штуках Это, короче, модно, понятно? Это нифига не рынок И у меня фикс прайс Эти Эти, как их называют? Лосины Да, у меня фикс прайс лосины Сейчас я их покажу Дети Дети А ну-ка, брось Подержи Так вот Пальчики сюда Вот так Ух-х fighters Ва-а! Вс Apache Смотрите! Ну и мои любимые гены Которые светятся, но я их не включаю Уже давно Ни тереть ни маза Все тебе и сразу Это песня, которую мы с Леной просто целый день поем. А я уже второй день пою. Я уже наизусть, мне кажется, знаю этот вид. Ну что, побежали. Вот мы и пришли. Бостонбургер. Бостонбургер Клаб. Та-да-дам. В общем, мы пришли, сели. Посмотрите, какие здесь необычные. Первое, что мне бросилось в глаза, это необычные вот такие вот сидения. Они такие удобные. И ты чувствуешь себя в отдельном прям домике каком-то. Классно. Вот, пришли, мы сели. И смотрите, что здесь. Нам сразу предлагают фотографии бургеров, как они выглядят. Вы представляете? Мы заказали... Ну, в общем, здесь пять таких больших бургеров. Вот они. Мы заказали Бонни и Клайд. Стоит 290 рублей всего. А, здесь даже какая-то акция со скидкой. Вот. Мы заказали морс, латы. И, естественно, я должна попробовать латте. Так что мы ждем теперь. Ждем. Ну что, ты ждешь бургер? Конечно. Голодная? Нам принесли бургер. Здесь дают перчаточки. Резиновые черные перчатки. Как к вечернему платью, знаете. Но я почему-то думала, что они на самом деле не резиновые. А что они эти... Бархатистые. Это просто нереальная котлета. И я понимаю, почему здесь перчатки. Потому что без перчаток это невозможно есть. Здесь просто течет сок, помидоры, всякие соусы, всякие сочные овощи. Наивкуснейшая котлетка. Это очень вкусно. Только так. Картошечку, чтобы кто-то кормил. Глянь, как прикольно, да? Я чемазон такой. Да, я хочу это все показать. На, покажи. Вот так красиво картошечку нам дать, да? Соус, я так понимаю, их собственного производства. Короче, вот реально, это то, что можно советовать просто. Точно, что понравится. Блин. Я такого бургера вкусного не ела. В Макдональдсе даже не такой вкусный. Я сейчас просто испытала бургерный оргазм. Это нереально вкусно. Я такого не ела. И даже если бы, мне кажется, у человека был полный желудок после первого вкуса, он просто охренел бы. Я сто процентов вам рекомендую, кто в Ростове, сходить в эту бургерную, потому что такого я еще не ела. Честно. Чего? Ну все, Ленка, давай. Сейчас я тебя сниму. Что, что? Ты стесняешься? Ну, конечно. Да и не стесняйся. Это так прикольно. Сейчас будет у меня тоже весело. Ешь аккуратно. Я смотрю, у Дэни тут понравились стены. Тут белый вот такие вот кирпич. Белый. Вот он изучает, изучает кирпич. И еще здесь офигенский морс. Он как натуральный вообще. Пока! Это повара, которые готовили нереально вкусный бургер. Нам очень понравилось. Мне кажется, что за этим, за этой бургерной на самом деле будущее. Если о ней все узнают, то здесь в следующий раз мы не придем вот так посидеть, чтобы были места. Здесь сто пудов будет все забито, потому что это реально очень вкусно. А еще я думаю, что, возможно, здесь мы проведем встречу с подписчиками, потому что здесь есть колонки, здесь есть микрофон. И наверняка вы захотите, чтобы я вам спела, а я заодно приду здесь и потренируюсь пару раз. И, возможно, в сентябре мы здесь, именно в Бостон Клаб, сделаем встречу. Поэтому можете заранее сюда прийти и попробовать, как здесь вкусно кормить. Все, пошли гулять, Слинок. Шли мы, шли мы, шли мы, шли мы, шли мы, Слинок. Шли мы, шли мы, Слинок. И вдруг я смотрю, говорю, а что там за парк? Она такая, это парк строителей. Она просто недалеко здесь работает, и поэтому все знают, а я этот парк вижу впервые. И здесь вот такой вот у нас, видимо, строитель. И сейчас мы пойдем в парк строителей. Посмотрим, что нас там ждет. Но она говорит, что ничего интересного. В общем, погуляли мы в парке, ничего особенного. Хмурый немного парк, на мой взгляд. Но мы там встретили такую маленькую девочку, ей тоже 10 месяцев. И они с Денечкой пообщались, даже дотронулись кончиками пальцев, рук друг к другу. В общем, пофлиртовали оба. А сейчас мы идем дальше, ниже Красноармейской. И здесь у нас... Это гостиница Ростов была раньше? Да, гостиница Ростов. Сейчас это у нас по-модному как-то называется. Как? Маринс Парк. Маринс Парк отель. И у них такая классная вот здесь вот прям такой маленький мини-парк, что ли. Как это? Ну, как вот назвать это? Так красиво, прям хочется присесть. А, лавочки есть. Там у них лавочки, дальше есть качели. Ух ты. Прямо фонтан. А ну, пойдем к фонтану. Пойдем. Вот мы дошли до фонтанчика, но, к сожалению, здесь выключена вода. И вот, вот что нас ждет. Вот. И что, куда мы сейчас идем? Пойдем туда, пройдемся. До качеля. А, пойдем, там еще что-то есть. Малой капризничает. Не хочет сидеть в коляске. И мы по очереди таскаем с Леной его. Вот Лена его тащит. Тащит, потому что он реально тяжелый. Да, мы хрупкие женщины. Качелька, как шпанды, бухдала. Каталась. Ой, так я люблю такие сквери. Ну, как бы, как скверик можно же назвать, да? Да, как скверик. Смотри, даже сделали какой-то такой голубой фон для детей. Да, пойдем на качельки покататься. Красиво, это так светло из-за этого пола. Земли. Садитесь. А, вы вдвоем прям, да? Нет, он дал сам. А что, он сам может. Ты что, серьезно? Ленка так переживает вообще. Давай. Покатать вас? Классно. Не, не надо. Мы же катаемся. Ой, мне звонят. Вот идем мы, блин, и я вижу дом своей мечты. Ну, один из, конечно, у меня много мечты всякой разной, но очень красиво стоит дом, подсвечивает. Это красноармейская. Я увидела эти огни вообще издалека, и я говорю, пойдем Ленок туда, на эти огни. Мне очень нравится. Я бы хотела зажить в этом доме. Как красиво. Как красиво. Вау, очень красиво. Я не могу, у меня эти виды просто. Кайфы. Вот мы входим сюда, в эту аллею, с этими невероятно красивыми фонарями. Кайф. Я впадаю, честно говоря, я не знаю даже в какое время, в какое что, но мне кажется, что где-то в таком я была. У меня прям внутри ощущение чего-то прошлого, какое-то дежавю, что-то вызывает у меня и сжимает мое сердце. Души. Очень красиво. Это и дом. Блин, я отощусь. Фокус, не теряй меня, пожалуйста. Я отощусь, я отощусь. Как красиво. Я на самом деле очень часто проезжала красноармейскую и вот эти фонари. И я очень хотела сюда приехать и погулять здесь. А вон Ленок. С Денька убежали от меня. А я с коляской иду. Тусую. Ой, сейчас мы нафоткаемся здесь в инстаграм. Так классно. Невозможно. Ммм, какой красивый свет. Ммм, какой красивый свет. Кайф. Вот мы с Ленуся и с Денюся и катаемся на вот такой качалке. Лен, давно ты каталась на такой качалке? Да, я давно каталась. Мне кажется, я в глубоком детстве только качала. День, нравится тебе? Кач-кач. Кач-кач. Прикольно. Здесь дворик такой. Вот, все качельки тут. Качаемся. Мы пришли домой. И я с Леной попрощалась. И еще ей сказала, говорю, Лена, будешь уходить? Напомни мне. А я забыла. И говорю, напомни мне, чтобы я включила камеру, и ты попрощалась. В итоге все, мы убежали, ушуршали. Она дала мне вкусняшки. Картошку из сухариков делает вкусную такую. И я уже с чаем дома, короче. И вот сейчас мы с ней на связи. Леноку, ну прощайся быстро. Ой, всем пока. Да, простите. Мы так устали, что забыли вообще попрощаться, если честно. Нагулялись, остановились. Устали. Ну, хоть так, да? Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Да, завтра увидимся. Я не знаю, девчонки, как вообще влог у меня. День, Деня, не шатай руку мне. Я снимаю влог. Влог не получается у меня, потому что вчера я не снимала целый день, да? Потому что мы не вчера же ходили. Да, вчера был... Ой, блин, вообще. Короче, я не снимала вчера. Сегодня целый день, уже вечер. Я только включаю камеру, потому что я то ли видео снимала, убирала, приводила себя в порядок. Сделала себе масочку из розовой глины. Накрасила себе, кстати, ноготочки. Смотрите, какой красивый цвет. Это вот то, что я покупала лак, и вам о нем рассказывала. Вообще, мне так цвет нравится. Шикардос, да? Вообще кайф. Вот, и сейчас я собираюсь выйти в прямой эфир. Сейчас я собираюсь выйти в прямой эфир. И, наверное, я уже завтра включу камеру, потому что завтра у меня будет и фотосессия, завтра небольшая. И на вокал утром я иду малого, маме оставляю. Так что давайте я еще не буду заканчивать влог, и мы с вами завтра увидимся. Привет. Я все не успеваю, как всегда. Сегодня, а сейчас малого отвожу маме, потом у нас вокал, потом у нас фотосессия. Сегодня проведу с вами день и закончу влог, так что оставайтесь со мной. Думаю, будет сегодня интересно. Я, как всегда, опаздываю, блин. Я приехала на место вокала. Не знаю, смогу я там снимать или нет. Посмотрим. Захожу в Subway. Я, кажется, на час раньше пришла на вокал вообще, вот у Мора. И никого нет. Как, знаете, как в страшных фильмах. Эй, Марье! Всегда, когда так, мне хочется по-английски. Просто я вот иду вот так вот. Заиграла. Даже телевизор, честно говоря, не работал до этого. Никого нет. Кто? Вот. Пришли. Здрасте. Хочу есть. Я, как всегда, сложный, сочиненный человек. Прихожу туда, где не дают то, что мне нужно, и я начинаю изощряться. Говорю, сделайте мне так и так. Короче, в Subway я взяла какие-то у них картофельные штучки. Сейчас покажу. Шерест. Ваш любимый. Такие картофельные штучки. Естественно, к ним хочется горячее что-то. Они не греют. Не поняла я, почему что не греют. В итоге я заказала салат. Вот, заказала салат. Вот, группу мне побрели. Только она какая-то холодная всё равно. И вот салат накидали. И кофе-то взял. Сейчас поем. Тут вообще-то бутерброды делаю. Слушайте, на удивление всё очень вкусно. Прям кайф. Я походу не одна такая в этом Subway. Эль-Барье. Я пока сидела ещё. Они куда-то убегают, видимо. И люди не могут их найти. Так, всё. Я, конечно, вообще всё неправильно делаю. Нужно на вокал идти за час. Это мой телефон торчит. Просто мне неудобно. У меня здесь в руках кофе. Латте, которое я взяла. Кстати, я попробую. Скажу, как оно по вкусу. Сейчас чуть-чуть опустится еда. Вот, сейчас я иду до своей преподавательницы. И так, скажу вам, как кофе. И да, есть нужно за час. Я поела непосредственно. Потому что я такая дурында. И, короче говоря, всё будет хорошо. Я ещё, тем более, флешку забыла с минусами. Поэтому сейчас будем качать из интернета. Я, как всегда, не собранный, вообще не организованный человек, если честно. Но ответственный. Это важно. Субтитры сделал DimaTorzok После этого упражнения у меня все честно. Я жду, пока подъехала к парку. Фотографа жду. Я получила посылку от моей подписчицы. Абсолютно. Я не знаю, что здесь. Мне очень-очень интересно. Надеюсь, она прислала мне письмо, чтобы я смогла прочитать, а не что-нибудь сказать. Так, открой её пока. Ну, чё-то вроде аккуратно запечатано. Смотрите, вот так вот. Мне уже нравится. Смотрите, как красиво. Блин, а в Инстаграм надо щелкнуть. Ух ты! Там украшения! Смотрите, какая красота! Блин, я видела, эта девочка, она занимается украшениями. Серёжки. Серёжки и вот такая вот красивая вещица для волос. Офигеть! Вот это красота! Я видела, она занимается, я обязательно на неё оставлю ссылку. Ой, смотрите, какие серёжки. Какая классная! Слушайте, это будет подчёркивать мой нежный-нежный образ. Блин, красота какая! Класс! А ну, что скажете? Какие у меня зрительницы прекрасные, рукодельницы. Так, она написала большое спасибо, Селеночка, за твой труд. Позитив, честность, открытость, сердечко, откровенность, за всё-всё-всё. Ой, спасибо! Так приятно, так круто! Спасибо тебе, дорогая! Я обязательно тебя найду в сообщениях сейчас и оставлю на тебя ссылочку. Насколько я помню, ты этим занимаешься. И, может быть, кому-то будет интересно. Какая красота! Правда, мне очень нравится. Вот это сочетание вообще, это сочетание прекрасное. Прям вот волосы с цветочком таким. Ну, я не знаю всё, как придумать, но это будет очень красиво. Или завязать волосы, заколоть красиво. Очень красиво. Ты вообще большая, молодец. Серёжки классные. Спасибо! Мы идём, ищем классное место. Я с фотографом. Вот. Уже одела платье, шагаю. Как всегда, не подготовлено. Всё у меня, блин, размазывается, падает, всё грязное. Короче, я не знаю, надеюсь... Стоимость в рюкзак в языке, влечит свои. Ага. Надеюсь, получится нормальные фотки. В общем, работаем. Сейчас посмотрим. Ой, отлично вообще. Привет, девочки. Это я сейчас губки подкрашу. У нас зеркала нет. Сейчас будет моя любимая фотосессия. С конфетками на карусельках. В Инстаграме. Инстаграм оставляю. Давайте ко мне туда. Будет много классных фоток. Всё, мы пошли уже. Ой, простите, сейчас. Это я и причесочку просто. Нормой? Нормой. Всё, пошли мы. Стоп! Снято! Вы приехали на место назначения. Это как в этом навигаторе. Бандарчук говорит. Ну что? Как ты устала? Нет, я не устала. Я боялась, что тебя раздает машина или автобус, или оторвёт тебе ноги. Да, это мы посмеялись. Я говорю, если мне наедут на ноги, то главное сфотографируй это. У меня всё в жизни, знаешь? Последняя фотография с ногами, да? Снять не сфотографировать, успеть только. Так, ну что, всё мы, да? Да. Ну вот, я приехала к маме. Как всегда, у неё накушалась всякого вкусного, ещё и с собой беру. Так, и мы с малышом уже едем домой. Сейчас надо спить, нам ещё на полчаса до 8 часов. Осталось времени чуть-чуть. Там пришли с Алиэкспресс кое-что. Скоро уже будут посылки с Алиэкспресс. Последнюю дождусь посылочку, и будут покупки с Алиэкспресс. Ну что, крошки мои, у меня уже размазалась тушь, вся такая убитая. Уложила сына. Сейчас буду монтировать для вас видео. Я думаю, что этот влог очень насыщенный получился. Два таких насыщенных дня, как мне показалось. Куча событий, поэтому я думаю, что я буду заканчивать. Этот влог. И завтра или на днях буду начинать новый. Как только события какие-то снова появятся в моей жизни, буду с вами делиться. Так что я вас люблю, целую, и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok